Как компания SteelSeries и обещала, в сезон новогодних праздников начали появляться новые модели игровых гарнитур. Пришел черед поговорить об обновлении легендарной модели, которая завоевала популярность у большого количества игроков. Итак, давайте посмотрим, насколько удачно SteelSeries Siberia V3 и имеется ли у последней преимущество перед Siberia V2. Поставляется игровое решение в типичной для производителя картонной коробке с оранжевыми торцами. Внутри прячется сама гарнитура, документация, две наклейки и двухметровый удлинитель-переходник. SteelSeries Siberia V3 по своему виду является чуть прокачанной версией Siberia V2, разница лишь в мелочах. Мягкая перегородка на голове теперь полностью из эко-кожи, без имитации замши снизу. Покрытие амбушюр изменено. Отверстия на внешней части чаш изменились вместе с формой. Крепление головья к чашам подверглось также изменению. В остальном модели очень схожи, при первом взгляде их можно даже спутать. Стало меньше глянца в конструкции, в основном преобладает матовый пластик. Сборка на высоком уровне и придраться не к чему, скрипов нет и подавно. Гарнитур обладает плавающей конструкцией, которая позволяет принимать практически любое положение. Последнее актуально во время игровых баталий в клубах, когда нужно переговариваться с командой и слышать при этом происходящее в игре. Вдвижной и регулируемый эластичный микрофон также добавляет удобства. Его можно всегда сделать разной формы и длины. Оголовье состоит из двух составляющих, двойного внешнего жесткого и мягкого внутреннего держателя. Мягкая часть оголовья принимает любую форму головы и неплохо фиксируется. Амбушюры наполнены специальной пеной, которая повторяет форму вашей головы и обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Использовать Siberia V3 можно часами, она действительно удобна. Нам обещали ошеломляющее высококачественное звучание благодаря использованию новых динамиков. В итоге мы имеем перенасыщенный басом звук со средней детализацией остального спектра частот. Играть и просматривать современные блокбассеры в SteelSeries Siberia V3 вполне неплохо. Появляется некая атмосфера и происходит погружение в виртуальный мир. Но из-за засилия низких частот музыку очень тяжело слушать, хочется скорее выключить плеер. Хотя такое решение может прийтись по вкусу любителям электроники или просто любителям хорошего баса. При прямом сравнении с SteelSeries Siberia V2 у новинки звучание значительно ухудшилось по всем параметрам. Хотя и Siberia V2 нельзя назвать эталоном по звуку. Но вот звукоизоляция находится на высоком уровне. Достаточно просто надеть наушники, не подключая к источнику звука, как внешний шум уходит на второй план. SteelSeries Siberia V3 имеет 1,2-метровый кабель с 4-контактным разъемом миниджек 3,5 мм и 2-метровый удлинитель-переходник для отдельного подключения наушников и микрофона. Качество всенаправленного микрофона находится на среднем уровне. И его с головой хватит для скайп и общения в игровых чатах. Для отключения микрофона на левой чаше предусмотрен ползунок. Подводя черту, мы имеем компромиссное решение по рекомендованной стоимости в 100 долларов. За эти деньги и гарнитуре будет тяжело составить конкуренцию как другим игровым гарнитурам, так и обычным полноразмерным наушникам. В качестве плюсов SteelSeries Siberia V3 можно разве что выделить классическую эргономику, внешний вид, выдвижной микрофон и хорошую звукоизоляцию. Субтитры создавал DimaTorzok